Апелляцию на арест Алексея Навального и Петра Офицерова уже подала прокуратура. Сторона обвинения просит изменить осужденным меру пресечения на подписку о невыезде. В прокуратуре считают, что решение об аресте было незаконно в связи с тем, что обвинительный приговор суда в отношении Навального и Офицерова не вступил в законную силу. О чем говорит столь неожиданный ход прокуратуры, пока не ясно. Ну а о том, как проходило сегодня громкое судебное разбирательство, в Кирове в репортаже Александры Агиенко. К 7 утра к дверям Кировского суда было уже не подойти. Журналисты и многочисленные сторонники Навального, стоя под проливным дождем, ожидали своей очереди. Многие из них ночевали у здания суда, чтобы попасть непосредственно в зал заседаний. Обвиняемые, их адвокаты и родственники с трудом протискивались сквозь толпу. В общей сложности свидетелями сегодняшнего заседания суда стало более 100 человек. Десятки людей ждали новостей на улице. Судья Блинов зачитывал приговор больше четырех часов. Но с первых же слов стало ясно, Навальный и офицеров признаны виновными. По словам судьи, это подтверждают показания свидетелей, данные переписки и записи телефонных разговоров. Навальный в качестве организатора, а офицеров как его пособник, через мошенническую схему организовали хищение имущества предприятия Киров лес на сумму более 16 миллионов рублей. Вопрос был только в том, какое за этим последует наказание. Странная формулировка «в виде лишения свободы, без ограничения свободы» в первые минуты вселила во многих надежду, что речь идет об условном сроке. Однако потом стало ясно, это такие особенности юридического языка. Навального, а вместе с ним и офицерова, действительно посадили. Ближайший соратник, юрист фонда Навального по борьбе с коррупцией Любовь Соболь, плачет. Сам Навальный эмоций никак не выражает, только просит пропустить к нему родителей. Берите бошки свои, бейте на родителей посмотреть. Им надевают наручники и выводят под конвоем из зала суда. Все комментарии в первые минуты после оглашения приговора свидетельствуют. Друзья и соратники Навального буквально ошарашены вынесенным приговором. Родители не могли, во-первых, стоять, так тяжело им было. А вот и жена, хотя такая бодрая и очень красивая, но все-таки она в абсолютном шоке. Мне их очень жалко, конечно. Будем бороться дальше с неголеями. Что сделать? Депутат Госдумы Дмитрий Гудков в первые минуты вообще отказывается что-либо говорить. Видно, что он крайне подавлен. На улице сразу начинается стихийная акция. В толпе видно тех, кто в свое время выходил с Навальным на митинги и шествия в Москве. Я испытываю тяжелые ощущения. Алексей мой товарищ. Я знаю его много лет. Мой знаком больше 20 лет. Я прекрасно знаю его семью. И, конечно, тяжело, когда твой товарищ уезжает за решетку. По, очевидно, сфабрикованному делу очевидно было абсолютно всем. Но стараемся сделать все для того, чтобы вытащить его оттуда. Среди тех, кто пришел к зданию суда, есть и противники Навального. Но их голоса почти сразу заглушает лозунг. Свободу Алексею Навальному. После этого стихийная акция у здания суда перерастает в шествие. Сторонники Навального в сопровождении журналистов идут в следственный изолятор, куда увезли известного блогера и его, как выразился суд подельника Петра Офицерова. Вот оно, здание Кировского СИЗО, куда сразу после оглашения приговора привезли Петра Офицерова и Алексея Навального. Сторонники известного блогера шли сюда через весь город, требуя для них свободу. Здесь они планируют оставаться как можно дольше. Сотрудники полиции за акцией следят, но ее не пресекают. В этот момент из следственного изолятора выходит депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков и делает небольшое заявление. Ему удалось встретиться с Навальным уже после ареста. У них прекрасное настроение. Они, во-первых, передают, чтобы все не унывали, чтобы все сохраняли бодрость духа, чтобы участвовали в сопротивлении, участвовали в работе штаба. Он призывает всех выйти сегодня на манежку, кто сегодня находится в Москве. На данный момент известно, что Алексей Навальный, скорее всего, откажется от участия в гонке за пост мэра Москвы. Решение Кировского суда адвокатами будет оспорено. Александра Гиенко, Алексей Матвеев, РТВ, Москва, Киров.